Субботнее утро для студентов Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета выдалось активным и бодрым. Они собрались на территории спорткомплекса МГУ на 8-й станции Большого фонтана, чтобы отпраздновать День физкультуры и спорта Украины. Стартовал праздник с велозаезда, который является традиционным субботним занятием для студентов. Я очень люблю кататься на велосипеде и когда я узнал, что руководство сделало день, посвященный Дню здоровью, где мы будем кататься, у нас будет велопробег, я безусловно обрадовался. Это очень большой плюс для всех студентов, потому что можно развивать себя в физическом плане. После коллективного велозабега студенты вместе с преподавателями и руководством вузов провели массовое утреннее занятие спортивной аэробикой под энергичную музыку. Трибуны спорткомплекса заполнены, а на самом стадионе яблоку негде упасть. Учащиеся вузов активно взялись за выполнение упражнений. Пример студентам подает лично президент Юрокадемии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Это просто для души, потому что тут вся наша группа пообщаться, сплотиться и просто узнать о жизни нашего университета. Все приняли очень активную участь в этом, все пришли, все захотели показать себя, показать свои таланты, свои достижения, поэтому всем понравится, все очень довольны. После разминки факультеты ожидали несколько спортивных секций – футбол, волейбол и теннис. Каждый смог выбрать то, что ему больше по душе. Президент вуза открыл футбольный матч. Суббота началась энергично, позитивно и драйвово для каждого из нас благодаря такому флешмобу университету. Я хочу сказать и дякую нашему президенту Сергею Васильевичу Кивалу за то, что он заохочивает студентов до такого активного способа жизни. Погода этому способствует, настроек также, поэтому такая нагода провести велозаезд, аэробику, а после этого все зарядку и так же играть в волейбол, баскетбол, футбол на свежем воздухе. Для Одесской юрокадемии и МГУ отмечать День физкультуры и спорта стала хорошей традицией, которая из года в год становится все ярче и разнообразней. У нас стала уже хорошей, доброй традицией ежегодно отмечать праздник День физической культуры и спорта в Украине. Одесса всегда являлась, является и будет являться спортивным центром нашей страны. Я искренне поздравляю жителей нашего города, нашей области, хорошим праздником, День физкультуры и спорта. И пусть этот спорт принесет нам радость. Пусть в жизни у вас все будет хорошо. А спорт – это здоровье. Будьте здоровы, счастливы. У вас большая перспектива и большое будущее. Накануне Дня спорта 8 сентября на территории спорткомплекса Одесской юрокадемии состоялись Малые Олимпийские игры среди команд Одесского юридического лицея. Одесский юридический лицей – это профильные классы 8-11. После нашего лицея очень многие поступают в Одесскую юридическую академию. Кроме того, тут прекрасный стадион, современное оборудование. Мы хотим сказать большое спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за предоставленную нам возможность, за такой прекрасный стадион, за четкую организацию. Мы соревновались в нескольких видах спорта определенных стран. То есть Якутия, например, якутские прыжки. В Норвегии – ходьба с лыжами, пятерная лыжа. А в Украине – это шаровары. Очень сложно было на лыжах ходить, потому что нужно было баланс найти и не упасть друг на друга. Да, и кооперативненько. Мы заняли первое место в прыжках. Очень понравилось. Очень драйвово такое. Чувствуешь себя действительно на таком позитиве, когда поддерживаешь команду. Я считаю, что олимпийские такие игры – это очень укрепляет одноклассников. Вы с ними находите общий язык. И дальше это происходит на лучшие впечатления. Да. Мне понравилось больше лыжи, потому что это была как командная работа. Вместе шагаете раз, два. Велопробеги будут проходить еженедельно, каждую субботу. Кроме того, студентов вуза ожидают новые спортивные мероприятия. Наталья Апара, Анастасия Казачок, Григорий Евич, телеканал «Репортер».